Более ста жителей аварийных домов в Звениговском районе республики празднуют новоселье. Им вручили ключи от новых квартир в посёлке Красногорский. Здесь построили пятиэтажный дом, в котором государство выкупило 40 квартир для переселенцев из ветхого жилья. Вместе с ними новостройку оценила Марина Пушкарёва. Очень хотелось заплакать от счастья, постеснялась камера и призналась потом Ксении. Она только-только переступила порог своей новой долгожданной квартиры. И сейчас с двумя дочерьми Полиной и Юлей они обдумывают, как лучше поставить мебель. Квартира полностью готова. Тепло, свет, вода, вся сантехника, газовая плита. Как отремонтированы квартиры для новоселов, зашёл взглянуть и глава республики Юрий Зайцев. Можно? Конечно. Добро пожаловать. Новоиспечённая хозяйка Ксения поделилась, что даже не ожидала, что взамен своей комнаты в аварийном бараке они получат такую красивую большую квартиру. И расположение дома очень удобное. Прямо в центре посёлка Красногорский. Отсюда ближе в школу девочкам будет ходить, улыбаясь, подметила Ксения. Замечательная, светлая в первую очередь. И с хорошим ремонтом самое главное. Хоть заходи и живи, получается. И я уверена, что в ней будет жить тепло и комфортно. И хочется сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в нашем расселении. Здорово, когда есть такая программа и она выполняется. Таких счастливцев, как Ксения, в этот день было больше ста человек. 40 семей получили квартиры в этой новостройке по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Людей переселили из 17 аварийных домов посёлка Красногорский, а также из нескольких домов Суслонгера, Мочилища и Кожласалы. Для вас, наверное, особенное событие, потому что, проживая в домах, квартирах, где, наверное, далеко не сахар жить, и неоднократно бывал, и видел, и не только работая здесь, такие дома, действительно тяжеловато бывает. И не бывает, а было тяжело. Но, конечно, мы уделяем огромное внимание расселению этого ветхого жилья, чтобы скорее уже с ним покончить, и чтобы наши люди жили в достойных квартирах, и чтобы было всё хорошо. Благодаря программе переселения в последние годы площади аварийного жилого фонда стремительно сокращаются. Люди переезжают в современные квартиры с современными условиями. Так только в Звениговском районе построили 6 домов, в которых 440 квартир передали новосёлам по программе переселения. И сегодня мы завершаем на данный момент данную программу по расселению муниципального, обращаю внимание, аварийного жилищного фонда. Новый дом – это новая страница жизни, где должно быть тепло, уютно, где должно быть добро. Счастья вам, дорогие новосёлы! Любовь Иванова переедет в свою новую двушку с маленьким сыном и братом, инвалидом-колясочником. Для нашей семьи такое благоустроенное жильё и уже с ремонтом – настоящий подарок, поблагодарила она. С прежними условиями и не сравнить и ванная своя, и первый этаж. Конечно, ждали эту квартиру, но дождались. Очень большая, светлая квартира. Будет очень приятно ребёнку играть, пятилетнему, и брату. Тут на улицу легче его везти, там второй этаж. Стоимость приобретённых в этом доме квартир составила почти 80 миллионов рублей. Основная доля – это средства фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Остальное добавила республика. Всего же на действующем этапе программы переселения из аварийного жилья в Мариел планируется переселить около 7 тысяч человек. Более 5 тысяч уже стали новосёлами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова